Приветствую вас. Постараюсь донести до вашего сведения то, что я увидел в вашем вопросе, в вашем тексте. Первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание заключается в том, что вы говорите. Моя работа положительно оценивается, мои пьесы выходят в театрах, получают позитивные отзывы, но вы ничего не говорите о том, что вам нравится делать самой. Вы ничего не говорите о том, что вам самой нравится то, что вы делаете. Вы ничего не говорите о том, что вас устраивает то, что вы делаете. То есть вот вам самой, да, у вас самой нет констатации факта, что вы рады, что вы довольны тем, что вы делаете. То есть вот такого вообще, ну такого у вас нет. То есть вы как бы оцениваете вот с точки зрения других людей, да. То есть вы говорите, вот меня оценивают на работу профессионалы там и прочее прочее. Вот. А свои собственные констатации, да, что вы делаете хорошо, а у вас нет. Да, это не короче, а то это вам нравится. Понимаете, в творчестве, особенно если это действительно творчество, а не что-то другое, в творчестве очень важно, чтобы человек сам чувствовал, что ему нравится то, что он делает. Чтобы он чувствовал, что вот то, что он делает, идёт как бы изнутри него. И на первое место он ставил именно это в творчестве. Потому что если на первое место ставить вот что-то другое, а что ставите вы, то это уже не совсем творчество получается. Это уже скорее больше что-то вроде ремесла, да. Вот тоже, кстати, ничего плохого в этом нет, абсолютно. Но просто немножко другой вид деятельности, на мой взгляд. Далее. А, значит, почему так происходит? Что вы не ставите на первое место вот свои ощущения о творчестве? Ну, потому что здесь у вас не совсем верные цели. Опять же, цели ставятся из расчёта на то, что человеку важно. И в данном случае речь идёт, видимо, о том, что вам важно не столько выразить то, что вам хочется выразить, не столько выразить то, что вам есть условно что сказать, а сколько речь идёт о том, что вы хотите, именно хотите получить похвалу, что вы хотите одобрения, что вы хотите что-то доказать, что вы хотите, чтобы было хорошо. То есть, оценка, перфекционизм и желание обобрения. Вот эти три момента, кроме в некоторой степени, пожалуй, два момента, кроме в некоторой степени, пожалуй, перфекционизма, потому что в некоторой степени перфекционизм происходит в любом творчестве, но перфекционизм возникает тогда, когда нет вдохновения. То есть, перфекционизм здесь обратно пропорционален вдохновению. Вот эти два момента, они мешают вам, и, в общем-то, это неуверенность в себе, а в основе. И то, что вот вы используете словом прокрастинация, это, как сказать, вы прячетесь за этим словом, потому что, извините, оно в данном случае ничего не значит. То есть, вы просто откладываете, и всё. Но, простите, а как получается? Так, что вы откладываете. Как выходит. Так, что вы откладываете. Ну, это вот то, с чем нужно разбираться. А здесь важно увидеть следующее. Что, болезненность начинается, когда речь идёт о сверхмотивации, то есть, слишком много поставлено на карту. Условно говоря, если заказчик хороший, если перспективы большие, вы откладываете всё до последнего там. Да. Потому что боитесь делать плохо. И, помимо того, что хорошо и плохо это субъективная сторона вопроса, которая не имеет ничего общего с творчеством, здесь речь идёт о сверхмотивации. То есть, слишком большое наполнение целями одного конкретного действия. Когда в одном конкретном действии содержится очень много целей. Или, чрезмерно значимая и большая цель. Ну, пример можно привести классический из фильмов, например, где происходит обезвреживание бомбы. Да. И люди не знают, на какой проводочек нажать. И они, как бы, мечутся, мечутся, мечутся и какой нажат проводочек. Ну, вот. То, что они бы, в другой ситуации, сделали бы, ну, абсолютно спокойно и не менее правильно. Но, поскольку здесь на кон поставлена жизнь, то, соответственно, моментально, за счёт увеличения мотивации, тут же, значит, решение становится очень трудным. И если иногда, как в приведённом примере, сверхмотивация была вполне уместной, то зачастую в реальной жизни, в быту, сверхмотивация является очень искусственной. И сверхмотивация является следствием ограничения человеком самого себя. То есть, например, то, что вам важно, к примеру, удобрение, к примеру, там, достижение каких-то других целей, вообще не имеет отношения к тому, что вы делаете. Но других способов реализовать это вы не знаете, не можете, не умеете, и, соответственно, всё это вбивается в итоге в одну кучу. Ну, это как если бы человек, который, ну, к примеру, умеет только, ну, не знаю, умеет только готовить, к примеру. И умеет готовить только, там, скажем, борщ. И, вот что бы с ним не произошло, какую бы проблему человек не должен бы решить, он может решить её только одним способом, приготовить борщ. И, если, например, от этого борща будет зависеть, например, удачная сделка, или получение хорошей работы, или сближение с важным человеком, то, скорее всего, человек будет нервничать при приготовлении борща, и у него обычное действие, которое он делал очень много раунд, в общем-то, станет, 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 станет достаточно сложным. То есть, есть, есть верх, верх мотивация, слишком много всего поставлено на галку. Да, это, безусловно, страх неудачи. Это, безусловно, страх неудачи. Но, с другой стороны, это, может быть, и запрет на успех. В детстве вы могли получить такое... Такое наставление, если угодно, от своих, допустим, родителей, причём не обязательно сознательно, не обязательно специально. Вот. Где вам запрещают не успех. Во-первых, ты не должна достичь успеха. Всё. Вы, в итоге, этого самого успеха не достигаете. Так что, здесь не обязательно, что вы именно боитесь ошибки. Здесь... Ещё такой момент. По поводу перфекционизма, сделать всё идеально, это, конечно... Индром отличницы. Вот. И... Тут... Тоже с этим нужно работать, потому что... Перфекционизм, он отрицает, в принципе, человеческую природу, а значит, вы отрицаете себя саму, не принимаете полностью себя саму, не принимаете свои недостатки, и... Когда вы это делаете, когда вы не принимаете свои недостатки, вы же, в общем-то, соответственно, никуда эти недостатки по факту не деваете, они остаются с вами. Вот. Просто... На время вы подавляете их проявления, а потом они, вот, проявляются куда более серьёзно. Поэтому, если бы вы постоянно находились в контакте с недостатками, любили бы их и... просто смотрели, где бы по ситуации можно было бы немножко принизить их влияние, что бы гораздо проще. Ну, а перфекционизм, он, как бы, полностью этот момент исключает. Ну, и... Последнее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это, наверное, на то, что... Вот вы пишете там, про полную жизнь. Что... Эта ситуация мешает мне жить полной жизнью. Я вам, конечно, верю на счёт полной жизни, но... ничто не может помешать человеку ею жить. Абсолютно ничто. И, как мне кажется, что вы уже сейчас живёте в своей реальности достаточно полной жизни, то есть полной ровной, настолько, насколько вообще это возможно. Вот. Понимаете, если у нас в мышлении появляется некий конструкт, в какой-то степени абстрактный конструкт, то он моментально седективизируется, то есть ему моментально передаётся личный окрас. Когда вы говорите про полную жизнь, а вы говорите про абстрактную полную жизнь, которая могла бы быть у вас. Но... Я имею в виду, что вы чувствуете свой потенциал, что вы могли бы сделать лучше и так далее. Но откуда вы знаете? То есть... Это опять же элемент сверх-сверх мотивации, когда человек хочет решить какую-то проблему. не потому, что, например, он напряжён, не потому, что ему, например, тяжело, не потому, что, например, он испытывает негатив, а потому, что он не может, по его словам, более полно жить. И, соответственно, может быть, более полнотворительно. Но если есть обратная сторона, вы... можете... и не делать лучше, и не сделать лучше, чем то, что вы делаете сейчас. И, может быть, у вас получается сделать как раз таки лучше всего именно только на пике вот дедлайнов. Это не есть хорошо, но тем не менее. Не стоит ждать, что, решив свои проблемы, будете лучше писать. Не стоит ждать, что, решив свои проблемы, вы более раскроете свой творческий потенциал. А творчество, это надо и творчество, что оно не поддаётся никакой оценке. И говорить о большей полноте, о меньшей полноте раскрытия творчества, здесь, конечно же, не корректно. Что касается того, что вы перед неадекватным работодателем выслуживаетесь, это потому, что вы знаете, что вас не оценят, и мотивация, значит, сделать хорошо вас отсутствует. Другой вопрос. Почему вам так важна оценка? Потому что она влияет на вашу оценку себя. Почему это влияет на вашу оценку себя? Потому что вы склонны себя оценивать. Почему вы склонны себя оценивать? Потому что вы не сформировали своё отношение к себе же самой. И вы склонны опираться на других людей в формировании образа восприятия себя, которые базируются именно на внешних историях. Не на внутренних, а на внешних. Вследствие чего вы становитесь зависимы от окружающих скрипей. Ну, я имею в виду от людей, которые вас окружают, конечно же. Вот. Отсюда, собственно, и ваши трудности, на мой взгляд. И всё это можно решить, по большому счёту. Нет нерешенных проблем. Вот. Правильно сказал мой коллега Култарышев Игорь Леонидович, что ему нужна индивидуальная работа. Без неё, без индивидуальной работы вряд ли можно говорить о каких-то результатах. Да, вы сформировали свой запрос. Да, вы что-то из этого можете сделать. Из того, например, что, ну, вам сказал я. Кстати, подумайте. Вот, подумайте. А, проследите. К примеру, про оценку себя. Насколько ваши представления о себе сформированы, и насколько они, ну, свидетельствуют о ваших проявлениях чувств. Насколько соответствуют. А как много места занимает в ваших представлениях о себе мнение других людей? А как вы воспринимаете, к примеру, критику? Да. А что для вас значит, если вы, если вы, например, ошибётесь? Что для вас значит, что вы проводите каких-то людей? Что для вас значит, вот, то, что вы, вот, вы говорите, я ответственен, но подвела несколько людей? То есть, это куда направлено? Этот момент, на мой взгляд, нужно определить. На этом, в принципе, всё. Я надеюсь, что помог вам. А, сейчас я пойду ещё по вашему тексту. У меня мучает сильный страх творчества. Он насчастный в карьере, так как у меня творческая профессия. Ну, здесь вы можете видеть следующее. С одной стороны, вы боитесь творчества, с другой стороны, вы им же и занимаетесь. Статус есть в какой-то степени страх. Он связан с потребностью, с желанием. Вот. И может быть все с запретом вашего желания. И такая немножко психоаналитическая, психоаналитическая концепция получается. Ага, так, я прокрастинирую и сливаю брак. Тогда очень хочу преуспеть. Ну, смотрите, здесь вам важен результат. Не процесс, а результат. Чтобы, собственно, для творчества, ну, очень-очень негативно. Потому что человек, который занимает творчество, он не знает, будет у него результат хороший или нет. К примеру, опять же, я, допустим, отвечая на ваш вопрос, не знаю, ответите ли вы мне, сделаете ли вы мой ответ лучшим, будете ли вы со мной работать или с каким-то другим. И, соответственно, если бы я ориентировался только на результат, только на успех, на успех, вряд ли я бы вам сейчас отвечал бы на ваш вопрос. Вот. Это очень важный момент. Результат важен для человека. Тогда, когда это наёмный труд, когда это такой целенаправленный инструмент для получения денег, вот, и когда это какой-то расчёт. В принципе, всё-всё. Но все эти вещи не совместимы с творчеством. Поэтому, если вы их занимаетесь творчеством, то, извините, творчество и успех, вещи не идущие друг за другом, то есть они, конечно, совместимы, вот, но они не идут вместе рука в руку, и успех, как правило, приходит уже после, очень сильно после того, как то или иное творчество о себе заявило. Ну, вы можете это наблюдать по истории, истории творческих людей и истории творчества, если вы изучали её. Вот, я думаю, там, в принципе, всё более или менее очевидно. Ну, не могу справиться. Ну, опять же, то, что вы не можете справиться, что значит справиться? Справиться, значит, подавить. Вот. Вы не можете себе подавить, вы не можете себе задавить, прокрастинацию, например, вот. А её задавлять на самом деле не нужно. Её необходимо прислушаться, и понятно, что она вам хочет сказать. Какая, какая интенция за ней стоит. Ну, вот. Чтобы включить её, интенцию, в свою психологическую реальность. Дальше. У меня прекрасная профессия, пишите вы. Я детский драматург. За 10 лет работаю, у меня в театре вышло три пьесы. Я, к сожалению, не могу сказать много или мало, но, даже если бы у вас вышла одна пьеса, это было бы здорово. У меня хорошие способности, мои спектакли хватит профессионалов, мне они нравятся зрителям. Эммм. Понимаете, в чём штука? У меня хорошие способности, это оценка. Нравятся профессионалам и сцене зрителей, это тоже оценка. Всё это исключительно только оценка. Это именно оценка. И ориентироваться на оценку. Для творческого человека. Крайне деструктивная позиция. Проблема в следующем. Никто не знает, где я почти все время нахожусь в состоянии страха и стыда по отношению к себе. Про страх мы уже немножко говорили, а стыд – это подавление своих внутренних импульсов. Когда, например, в детстве ребёнку говорят тихо, помолчи, в честное время, как некрасиво и прочее, 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 прочее. Следует это про прервание, продавление импульса ребёнка. Ну, соответственно, это такое вот оценочное родительское восприятие самой себя. Так как я дико прокрастинирую, боюсь взяться за написание пьёса. Но, опять же, прокрастинировать за этим словом вы просто прячетесь. За этим словом нет ничего. Никакого смысла в данном случае. У меня какая-то невероятная высокая планка по отношению к себе. Ну, завышенные требования к самой себе, как правило, как правило, не принадлежат самому человеку, потому что сам человек, он не будет требовать от себя чего-то больше, больше, чем он может, объективно. Ну, например, я сомневаюсь, что, подходя к многоэтажному дому, например, 20-30 этажей, вот, вы требуете от себя запрыгнуть на его крышу. Это было бы странно и абсурдно. Вот. А ну, объективно, вы не можете. Ну, я открою вам небольшой секрет. Вы можете. Вы можете допрыгнуть туда. Вопрос в том, сколько усилий вам это будет стоить. Вы, конечно, можете задать вопрос, но как я туда допрыгну? Ведь, как бы я ни старался, я не смогу этого сделать. Ну, никто не говорил, как именно вы туда можете допрыгнуть. Поэтому допрыгнуть вы сможете вопрос в том, как. Так, а то, для этого можно что-то придумать, но усилие будет неимоверно. Вот здесь встает вопрос такой. Здесь встает вопрос такой. То есть все, к чему требуется прилагать усилие, является чем-то навязанным нам извне? Не совсем. Дело в том, что нам многие вещи приходится делать через силу. Вопрос выключается в том, насколько нам важен результат. Насколько этот результат оббивает все заплаты, которые мы тратим. И насколько это вообще адекватно и соответствует, ну, например, здравому смыслу. К творчеству усилие неприменимо. Ага, потому что усилие творчества через силу – это не творчество. Опять же, как я и говорил ранее, что творчество – это все-таки такая больше стандартная, неизвестная, переменная, которая абсолютно неизвестно, как вообще будет оцениваться другими людьми. И зачастую творчество, если это действительно творчество от большой буквы, ну, даже не оценивается современниками, а оценивается только теми людьми, которые уже живут после. Вот, ну, понятно, реже в таких глобальных вещах у вас не идет, но тем не менее. Тем не менее, мне кажется, что вот вы само слово творчество и само понятие творческая работа, творческая деятельность, ну, не понимаете. Вы не отдаете себя делать в том, что это такое. Во всех творческих школах, коллективах учат не творчеству, а учат инструментам творчества. А вот как человек будет пользоваться инструментами творчества, например, ярмом в поэзии, уже зависит от самого человека. Творчество научить нельзя. Дальше. Так. Эм. Сейчас. Эм. Так. Я немножко повторял, где я. А, вот. Хочется, чтобы середина в первый раз получил. Ну, вот почему хочется, чтобы середина в первый раз. Соответственно, боюсь нельзя, что именно нельзя, да. И, поэтому, занимаюсь само-самотажем. Хотя, говорю, дед, дедлайн, а потом дали за несколько дней, делаю то, что нужно было делать месяц. Вот, ну, здесь вы описываете, опять же, следствие проблемам. У меня всё равно неплохо получается, вот видите, опять, оценка идёт, мою работу принимают, положительные оценки. Вот только потому у вас и неплохо получается, по вашему мнению, что вашу работу принимают и не оценивают. Не принимали бы, оценивали бы негативно и сразу сказали бы, что получается у вас из-за этого плохо. Эм. Так. Значит, дальше. Эта работа выполняется в стресс-испешках, это могло быть удовольствие. Ну, так, опять же, стресс-испешки вам для всего-то нужны, а удовольствия почему-то нет. Но, в любом случае, сделано хуже, чем я могу, так как я спешу и порой даже не успеваю перечитать написанные, допускаю ошибки от немнимательности и так далее. Ну, опять же, вы говорите про творческий процесс и пытаетесь творчество уместить в определенной рамке, с одной стороны. С другой стороны, вы говорите, хуже, лучше. Эта оценка творчества так же не применима. Так, вы видите, мы говорим о творчестве или мы говорим о ремесле. Большой вопрос. Дальше. Так и старается с каждым проектом. Ещё странные детали. Когда я понимаю, что проект может быть, или попасть в хорошее дело, про меня вообще обсуждают. Ну, здесь по сверх мотивации идёт речь. Просто наступает вводчики супер, и вот такой дегистрак написать плохо, то я упустил уже несколько хороших шансов, потому что обратно не смогло ничего написать. Это вот сверх математика, чрезмерная сверх математика. Вам здесь важно не творчество, а именно то, что это попадёт в хорошее театр. А просто в том, что такое хороший театр. Для творческого человека. При этом, если я понимаю, что проект не перспективный, неадекватный, заказчик денег не будет какой-нибудь маленький незаметный театр. Вот видите, насколько вы преувеличиваете и превосносите одно, настолько вы преуменьшаете и принижаете другое. Вот там у меня всё идёт замечательно, я сейчас стараюсь перед этим заказчиком выслужиться, хотя понимают, что у меня не оцена. Ну, потому что, опять же, вы здесь уверены, что вас не доста не оценивают, вас не могут оценивать, а когда оценивать не могут, вы свободны. И вот это состояние, когда они оценивают, я свободен, оно является истинным. Но у вас оно, поставлено по условиям. Приводит условия? Пока не исцна. Ну, помимо прошлого опыта. Дальше. Если заказчик хороший, понимающий относится к срокам, предлагает хорошее условие, я боюсь сделать плохо. Ну, здесь ещё, может быть, есть чувство вины. То есть, чувство вины за то, что, вот, вам идут навстречу, а вы, типа, можете не оправдаться ожидать. Эм, так, в результате сливаю срок и пропадаю, его подвожу. Умираю, поэтому отсюда, но не могу иметь себя поведение. Ну, здесь конфликт, здесь внутренний, внутренний конфликт. Вот, так, когда ссорилась с женщинскими хорошими людьми, просто подвела их. Ну, не совсем понятно, честно говоря. Что значит, поссорилась? Потому что, извините, одно дело, вы не выполнили свою работу, и совсем другое, когда, когда вы с кем-то ссоритесь. То есть, ну, на мой взгляд, это немного разные вещи, и имеющие мало общего. Тут несколько странно, что вы ссоритесь с людьми, потому что их, их подводится. Вот, то есть, я, конечно, понимаю, что мало хорошего, в том, что вы людей подводите, но, извините, ссориться с людьми из-за этого, ну, поменьше мира странно. То есть, я хочу сказать вам, что здесь имеет место быть, наверное, проблема, наверное, с проблемой личной границы. Я так думаю сейчас, потому что, ну, ссора, вот именно ссора, это вообще ни разу, ни разу не про, ну, ни разу не про профессиональные отношения. Вот, ссора, это больше про уже какие-то, какую-то личную историю. Дальше. Так, это ужасно, так, здесь вот у нас имеет место быть психологическая игра, разве это не ужасно? На это вам тоже крайне желательно обратить свое внимание. Вот так и напишите в интернете, психологическая игра, разве это не ужасно? Это психологическая игра, какой узел? Вот, я думаю, что вам будет это интересно. По крайней мере, я надеюсь, что вам это будет интересно, потому что это, я имею в виду, психологические игры, вот. Эммм, мешают вам заниматься делом. Но, тем не менее, именно эмоциональный, как верят, он и привлекает вас. При том, что я ответственный человек из других сферок жизни, но вот с плохими доказчиками, я суперответственный, короче, расслабляется, все порча. Я бы не сказал, что это расслабление, я бы сказал, что это наоборот. Я словно боюсь успеха, но вот это странно, именно его я хочу. Ну, смотрите, здесь есть еще одно противоречие. А именно, творчество не подразумевает обязательность успеха. То есть, творчество не ради успеха, но не ради успеха. Поэтому, то, что вы хотите успеха, это история, не имеющая отношение к творчеству, а имеющая отношение к эмммм, ну, к вашим, к вашим, к вашим, эммммм. Собственным, может быть, эммм, к вашей собственной личности, вот. Эммм, ну, не имеющая отношение к творчеству, и эмммм, это необходимо разграничить. То есть, что желание успеха, желание успеха, ну, не то же самое, что занятие творчества. Пожалуйста, учтите этот момент, потому что это очень, эммм, очень важно, очень важно, чтобы вы это понимали. Очень важно, чтобы вы, ну, в этом отдавали себе отсчет, чтобы не путали эти, эммм, ну, эти вещи. Потому что, вещи, это, эмммм, разные, разные, вот. Эмммм, надеюсь, я вам, эмммм, достаточно понятно, эмммм, объясняю сейчас, вот, эммммм, то, что, эмммм, ну, то, что, эмммм, ну, то, что, эммммм. Говорю. Вот, потому что, эмммм, не хотелось бы, эмммм, просто, чтобы вы, эмммм, ну, как-то, вот, путали одно с другим. Так, эмммм. И, дальше. Я безымно устал выпускать шансы и виден этим стыдом, основанием того, что поступаю с людьми плохо. Ну, насчет шансов, я думаю, здесь, эээ, ситуация, эээ, в целом, эээ, должна быть вам, эээ, более-менее понятной уже. Эээ, исходя из, эээ, того, что, ээээ, я вам, ээээ, говорил. А вот, что касается, эээ, того, что вы плохо поступаете с людьми, здесь, конечно, интересный момент, потому что, ээээ, что такое плохо поступать с людьми? Вот, плохо поступить с человеком, это, ээээ, это как? Поэтому, опять же, здесь идет какая-то оценка. Опять же, здесь идет, эээ, какое-то оценивание, оценивание себя, понимаете? Вот, а ведь, эээ, дело здесь совсем не в том, что вы поступаете плохо с людьми, а дело здесь в том, эээ, с чего вы хотите, как-то, поступая с людьми. Я не думаю, что вы хотите, знаете, прям, вот, эээ, навредить человеку. Я не думаю, что вы хотите, прям, эээ, делать обязательно что-то плохое для человека. Я не думаю, что вы, эээ, пытаетесь решить, свои проблемы. Опять, заключается только в том, что за проблемы свои. Вы пытаетесь решить, какие это проблемы ваши. И вот уже в этом направлении необходимо двигаться, необходимо двигаться. Вот, ну, в принципе, в принципе, я, наверное, эээ, все. Сказал, эээ, все, что хотел. Сказать, давайте сейчас еще посмотрим. Эээ, помогите мне. Так, эээ, значит. Я хочу стабильность у своей профессии, для этого необходимы личные границы. Проработать хочу справиться со своими страхами, достичь успеха. Эээ, справляться со своими страхами не то же самое, что их раскрывать. Эээ, вот. То, что вы говорите, напоминает именно это просто. Что вы хотите их подавить, что вы хотите, чтобы их не было. Вот, это немножко не про, эээ, не про нашу историю, вот. Да, больше немножко про историю другую. Это больше про, эээ, желание избавиться от страхов. А это значит, эээ, что вы, эээ, считаете, что быть у вас этих ощущений не должно. Эээ, эти ощущения, они, эээ, всего лишь, эээ, свидетельствуют о том, что у вас есть какая-то история, ээээ, которую вы, условно говоря, упускаете. И вот, поэтому, справляться, эээ, со страхами не нужно. Именно справляться с ними не нужно. Вот. А вот открывать их, эээ, открывать их вполне себе можно. Вот. Но это не то же самое, что, эээ, справиться. Дальше. Эээ, достичь успеха. Эээ, это не совсем, ээээ, полезная для вас цель и полаганда. И вот почему. Эээ, после достижения успеха, эээ, нужна будет другая цель. Значит, если цель вы себе не проставили, корректно, то вполне вероятно, что, эээ, ну как бы, ваше подсознание будет защищать вас от достижения этой самой цели. Потому что, пока эта цель есть, ваша жизнь осмыслена. Но когда, если этой цели не будет, ваша жизнь осмыслена быть, условно говоря, с перестаном. И, вряд ли, ваше подсознание заинтересовано в том, чтобы такая история случилась. Поэтому, я надеюсь, смог до вас донести, вот, ту идею, что здесь важно, не цель важна. А здесь важны, скорее, эээ, цельности, ваши цельности, которыми следует в процессе своей деятельности, в процессе своей работы. В процессе, эээ, ну вот, того, чем вы занимаетесь. Понимаете? Какая штука. Вот это важно. А так, в противном, в противном случае, я боюсь, что, эээ, успех вам, и, в общем-то, не добиться. Не знаю, потому что. Ну а что будет после? Да, вот, вы себе такой вопрос, может быть, не виновали, но, что будет после? Это такой момент. Дальше. А кто определяет, что есть успех? Только вы. Только вы можете этот момент определить. А как определить, что появился успех? Как определить, что вы достигли успеха? Успех отстра. Это интересно, потому что, в вашем, например, случае, вы склонны прислушиваться к людям. И что люди определяют, что вы достигли, например, успеха. Но это, по нынче меры, делает успех, ваш успех, совершенно недостижимым. А как максимум, облегает вас на постоянную фрукстрацию, опять же, да, и постоянно не удовлетворенность. Я не уверен, что это то, чего вы хотите. Вот, поэтому, видите, неверно выбранные, неверно выбранные средства, неверно выбранные цели, в данном случае, очень сильно помешают. Еще раз, очень важно, что вы хотите сказать миру, людям, может быть даже себе, своим творчеством. На этом, обратите свое внимание. Дальше. Я люблю свою работу, мечтала не с детства, но не знаю, как обединить фрактворчику, уменьшающему жить полной жизни и сделать жизни гораздо больше, чем я делаю сейчас. Ну, опять же, да, мечтала не с детства, это, что такое? Это некий романтизм. Вот, некий романтизм, а, который у вас, вероятно, имеется по поводу работы. Вот, и, соответственно, романтизм, это что такое? Опять же, это идеализация. Практически всегда. Вот. То есть, на деление, эм, работы, эм, определенными качествами, которые у нее, у работы, в смысле. В общем, ничего не может не быть. Вот. Поэтому, здесь, ну, вот, то, что вы говорили, говорите, про, мечту, а вот, что же вы мечтали, мечтали об этой работе, об своей работе. Ну, это, эм, на мой взгляд, требует, эм, определенной, коррекции. Так же. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Постар определяна. Удачи. Режиссию. ulinuz關. Продолжение следует...